Всем привет. Привет. Как нас слышно? Приём. Напишите, пожалуйста, в чат, всё ли работает. Ура! Слышно. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Гузеева Эльвира, Кеменова Анастасия. Мы художники, занимаемся росписью внутренних и внешних помещений. Расскажу немножечко о себе. Я профессиональный художник, закончила институт имени Сурикова, член Союза художников России, Творческого союза художников России, Международного художественного фонда. Имеется у меня мастерская в Москве на Старом Арбате. И, в общем-то, основная деятельность моя – это живопись, картины, масло, акрил и роспись стен. Анастасия, о себе расскажите, пожалуйста. Всем привет. Я из Череповца. Мы с Элечкой в Москве занимаемся росписью. У меня тоже есть образование профильное, средне-специальный дизайн. Училась я в Вологодской области. В общем-то, все знаем с опытом и работаем в пиках. Сейчас в основном расписываем стены на обоях под покраску. И как раз возникает такой вопрос у дизайнеров и даже проблема иногда, что нечем заполнить пространство. Или, например, заказчик не хочет фотообои или еще что-то. И тут как раз мы можем помочь сделать рисунок. Не обязательно на всю стену. Можно же и локально что-то придумывать. То есть классные у нас бывают проекты. Сейчас мы включим презентацию. Или не включим. Вот она. Может быть, Ольга, помогите, пожалуйста, включить нашу презентацию. Ага, поделиться экраном. Секундочку, пожалуйста. Значит, наша команда художников называется «Все в краске». Мы работаем втроем на строе профессиональных художников. И в основном, как Настя уже сказала, мы сотрудничаем с компанией «Пик» и расписываем стены в квартирах по эскизам заказчика в основном. То есть люди, которые купили квартиры, они обращаются к дизайнеру за какими-то идеями по росписи их детских комнат, спален, гостиных. И нам уже выдается референс, по которому мы работаем. То есть сейчас вот как видно вообще эту презентацию нашу? Напишите, пожалуйста, как вообще ее видно, не видно? Кто-то, скажите. А, нет демонстрации. Может быть, сейчас подгрузится? Сейчас Ольга. Тассируйте страницу с Google. Так. Странно. Сейчас мы Ольгу попросим помочь нам с этим вопросом. Спасибо. Вот она включена. А, все работает, да? Спасибо. А, хорошо. Всем видно презентацию? Скажите, пожалуйста. Отлично. Спасибо. Так, еще раз, значит, да. Мы называемся «Все в краске». Как уже сказала, мы сотрудничаем с компанией ПИК, расписываем стены именно для вот жителей, которые живут в этих ЖК. Вот. И нас трое профессиональных художников. Работаем по референсам от дизайнеров в основном. Вот. Бывают редкие случаи, когда заказчик сам предлагает свой референс. То есть это какая-то личная фантазия клиента. И, пожалуйста, мы как художники можем воплотить и такую идею в жизнь тоже. Так, ну вот, что касается материалов, которыми мы работаем, это в основном основа краски «Дулюкс» и «Тикурила». То есть мы замешиваем вручную пигмент на основе этих красок и уже наносим роспись этими цветами. То есть мы смотрим по референсу и полностью повторяем цвета, те, которые на референсе. Стили могут быть абсолютно разные. То есть это реализм, естественно, в основном люди заказывают нам. То есть тут могут быть какие-то узоры, могут быть цветочные орнаменты, имитация леса. То есть сейчас вот очень востребованные вот эти вот природные, очень красивые пейзажи. То есть это леса в тумане, тропические леса, пальмовые листья, что-то в виде перьев там. Ну то есть в основном запросы идут более нейтральные, то есть не кричащие. Но мы можем также сделать и росписи в стиле абстракционизма, какие-то геометрические вещи. Вот здесь, допустим, сейчас видите вот как раз природную тему. Ну как вы понимаете, роспись внутри помещения всегда пространство расширяет, углубляет. То есть делает его более интересным и вообще отражает внутренний мир человека, который живет в этом пространстве. Это совершенно иное, чем просто обои или какие-то фрески напечатанные на других материалах. Поэтому растительная роспись очень всегда востребована. Также мы можем сделать имитацию под мрамор, под камень. У нас вот много таких запросов. То есть все это делается кистью, вручную. Вот сейчас можно видеть, как мы делаем мраморные колонны. Это тоже дизайнерское решение, которое решает проблему, скажем, финансовую. То есть если нужно сэкономить на каком-то материале, то мы можем расписать под любой природный материал. Вот здесь вы можете видеть это мрамор, под мрамор. Это был проект у нас в торговом центре Москва. Можно вживую сходить и посмотреть этот замечательный проект. Скорость работы у нас очень высокая. То есть мы втроем, вчетвером примерно делаем очень все быстро, качественно. У нас опыт большой, руки уже знают, как это делать. Также можно сделать росписи в стиле. Вот сейчас как раз можно посмотреть, как мы делаем роспись под мрамор. Здесь была интересная история. Заказчик заказал роспись у других художников. Сделали ужасно, то есть совершенно не похоже. И нам пришлось переделать. То есть нам пришлось закрасить ту роспись, которая была там. И заново нанести уже самим вот такой прекрасный результат. И нежный, и похожий очень. Поэтому вот, уважаемые дизайнеры, если нужны такие вещи, то, пожалуйста, мы можем все сделать. Здесь был заказ на детскую комнату по референсу именно от дизайнера. Вот этот рисунок нанесен за 20 часов. Мы работали втроем, полностью кистями, все точь-в-точь. То есть это и природный пейзаж, и анималистика. Также очень интересный был проект. Нежная роспись в детской комнате, в детской игровой зоне. Вот, очень нежно получилась роспись. Тоже выполнена она за один день одним человеком. То есть полностью совпадает. Да. Сначала заказчица хотела, точнее, ей посоветовали сделать фотообои, но заказчица не хотела фотообои, потому что она боялась, что дети будут их отдирать. И тогда заказали рисунок. Мы просто рисуем красками интерьерными, которые не сотрутся водой. То есть после высыхания стену можно мыть, и рисунку вообще ничего не будет. Да, материалы мы используем гипоаллергенные, то есть это краски интерьерные. Интерьерные, вот, их можно мыть, их можно протирать. Мы можем даже покрыть лаком свои рисунки, да, но это по желанию тоже. Вот, они не выцветают, не выгорают, они не имеют никакого запаха и очень быстро сохнут. То есть вы можете уже пользоваться этим помещением через час после того, как мы ушли, закончили работу, убрались за собой. То есть можно уже сразу как бы заезжать в это помещение. Да, и важно, что красочки не выцветают. Вот, вот, как раз вот этот проект, да, с чашкой, это был личный, как бы, заказ, ну, точнее, личный эскиз клиента. Это рисунок клиент сделал по своей фантазии. Мы уже его переработали немножко и нанесли как раз на стены. Это пример места, как раз на которое фотообои трудно клеить. И картину, в принципе, вешать тоже не хочется, поэтому классно получилось рисунком заполнить пространство. То есть, да, ну, как уже мы ранее сказали, очень популярные растительные орнаменты, в данном случае красивые деревья, виноград, мы можем сделать лимоны, там, в стиле шинуазри можно сделать роспись с использованием золочения. То есть очень-очень большой диапазон того, что можно, ну, мы можем сделать. Все зависит просто от фантазии дизайнера, от желания клиента, реализма, геометрия. У нас есть, там, сейчас дальше будут геометрические орнаменты. Детские комнаты – очень-очень востребованная тема. Ну, ребенок, который будет жить в комнате с такой росписью, у него просто, ну, уже с самого детства будут развиваться какие-то сверхточные способности, потому что он все это будет рассматривать, разглядывать, то есть столько деталей, да, и скорость выполнения такого рисунка – два дня. Стена приблизительно… Три метра на два метра. По стоимости работ, да, конечно, мы дадим прайс-лист, у нас он есть, мы в конце его приложим к нашей трансляции. Да, вот здесь, кстати, можно посмотреть, как мы делаем геометрический орнамент. Геометрический орнамент – один из самых сложных, потому что там вымеряется просто все по рулетке, по линейке, каждый угол. Здесь вы, кстати, можете видеть пупырчатые обои, на которых очень сложно делать прямые линии без затеков. То есть здесь можно как раз увидеть, насколько точно получилась линия четко, то есть никаких заусенцев, там, зазубрений. Если что-то есть, мы на месте все это быстренько исправляем, и клиент может с лупы пройти, проверить, то есть каждая. Да, это также детская комната, здесь можно посмотреть, как сделаны именно круги, то есть тоже относятся к геометрическому орнаменту, там будут ровные линии. И ровная закатка. Ровная закатка, то есть здесь важны не только художественные навыки наши, но и как мы умеем прокрывать поверхность ровно, то есть как вот профессиональные маляры, скажем, делают ровные стены, вот так же мы тщательно все прокрашиваем, прорисовываем. Да, надо отметить, что в пике как раз все квартиры отделаны вот этими пупырчатыми обоями, которые добавляют нам, конечно, головной боли, то есть что одну линию приходится проводить несколько раз, то есть чтобы прямое что-то нарисовать, это 5-6 раз только как минимум. Вот здесь как раз вы можете посмотреть пример того, как мы рисовали туманный лес тропический, вот каждое растение сделано кистями, здесь мы смотрим на референс, естественно, утверждаем цветовую гамму, перед тем, как рисунок делается, мы утверждаем с дизайнером, потом дизайнер с клиентом по цветовой гамме. Иногда в процессе работы бывает, что меняется немножко концепция, но мы открыты, естественно, к изменениям в нашем рисунке, ну, к незначительным, допустим, по тону, по цвету, если что-то нужно скорректировать, пожалуйста, это все возможно, в процессе мы все это можем сделать. Вот это еще один туманный лес. Таких изумрудных. Да, это изумрудный лес, очень такой, как бы сложный рисунок, там присутствует многоплановость, что придает глубину пространству, то есть вы можете увидеть, как есть дальний план, есть средний план и передний план, мы добиваемся этого за счет использования разных тонов одного и того же цвета, краски, то есть дальний план, он делается светлее, средний, чуть темнее, и самый четкий, темный, это передний план. За счет этого появляется такая глубина пространства, то есть называется это пространственная перспектива. И здесь вы можете посмотреть на наш прайс-лист, мы его можем скинуть там уже, ну, кого заинтересовали наши услуги. Вот, мы работаем в Москве и Московской области. Скорость работы высокая, то есть 1-2 дня. Ну, за исключением того, что если это суперсложный реалистичный рисунок, например, с портретами там, или несколько фигур на стене, то там уже, ну, будет варьироваться, в общем-то, скорость. Также, если, допустим, это нанесение логотипов каких-то, тоже можно это все сделать. У нас нету, да, фотографий? Есть, можно дальше. Можно дальше листать. Здесь вы видите... А у нас есть еще что-нибудь? На самом деле это очень маленькая только работа наших. У нас огромное просто, на самом деле, портфолио. То есть мы очень много выполнили заказов, все клиенты остались довольны. Нет? Пожалуйста, уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то вопросы... Возможно, сейчас получится включить портфолио. А, нет. Не получится. Заходите в телеграм-канал, там у нас в закрепах портфолио есть. Вот, можете полистать. А что, хотелось? В работе с дизайнерами, естественно, у нас есть спасибо за то, что вы нам даете этот заказ. То есть, ну, это мы все как бы уже можно обсудить там, ну, за пределами нашей презентации. Вот, то есть, в принципе, если вопросы есть, то можете задавать. Почему не используете профессиональные краски типа «Невская палитра» или «Колер Парк»? Почему «Дулюкс» и «Тикурила»? Смотрите, все наши замесы мы делаем на основе интерьерной белой краски «Дулюкс» или «Тикурила». Вот, колеры мы используем по надобности. То есть, у нас с собой всегда целый просто чемодан красок. То есть, мы, да, мы используем также и акрил, который художественный. Но там объемы большие, да, то есть, писать картину, либо расписывать стену – это немножко разные вещи. Мы используем колеры, которые специальны для смешивания именно вот с интерьерной краской. А почему? Потому что цена росписи будет отличаться, если брать художественные краски. Они дороже, чем брать интерьерные в стройматериалах. Поэтому все хотят, конечно же, цену приемлемую, и мы стараемся ее держать. То есть, чтобы всем было хорошо. Ну да, стоимость работ рассчитывается индивидуально, потому что все исходит из размера и сложности прорисовки картинки. Мы написали примерно в прайсе, от сколько, что если это один цвет монохром, там легкий, это будет от 1000 рублей за квадратный метр и так далее по сложности. И еще хотела сказать, что мы можем расписывать на любых поверхностях. То есть, это может быть стена оштукатуренная, кирпичная, деревянная. Вот сейчас мы делаем проект на бетоне. Также, помимо внутренней росписи, мы можем выполнить роспись на фасадах в стиле граффити, то есть это баллончиками. Можем выполнять роспись на металлических заборах. То есть, например, бывают заказы, когда в загородном доме нужно замаскировать, допустим, под сад, какой-то там гараж или подсобное помещение, или какую-то глухую стену. То есть, все это вполне возможно. Единственное, там есть нюанс по температурному режиму. Все работы снаружи выполняются при плюсовой температуре, когда можно использовать именно аэрозольные краски. Допустим, зимой это как бы невозможно, поэтому зимой это внутренние работы в основном, а все, что снаружи, идет уже весна, лето, осень. Да. Задавайте, пожалуйста, вопросы. То есть мы закрываем некоторые проблемы дизайнера, как вообще использовать ту или иную стену в интерьере. То есть если невозможно туда ничего поставить, придумать, повесить, то роспись художественная, она, конечно, решает эту проблему и плюс еще добавляет индивидуальности помещению. И ее можно в любой момент потом поменять на другую, можно ее закрасить. То есть это настолько уникальная вещь, то есть что вот очень многие сейчас пользуются такой услугой. Напишите, пожалуйста, те, кто уже использовали в своих проектах художественную росписью, и какие у вас впечатления о вообще таком деле были. Просто очень интересно. А, часто используются. Замечательно. А подскажите, пожалуйста, вы, ну, а в какие стили, в основном это природное что-то там у вас было, или реализм какой-то там с людьми. Допустим, у нас вот были заказы, когда мы рисовали футболистов, там, спортсменов, ну, тоже космонавтов. Да, в основном пальмовые листья. Пальмовых листьев очень много, да. Но у нас такая тема, то, что у нас есть портфолио уже готовое. Вот в компании Пик, она лежит, и там клиенты просто смотрят, вот им нравятся пальмовые листья, они их заказывают. То есть мы их уже просто закрытыми глазами, можно сказать, с элементами барельефа. То есть барельеф именно потом тонируется, колируются какие-то другие цвета, да? Да, это красиво. Да, отлично. Елена молодец. Мы можем расписывать как стены, так и потолки. То есть на полах можем делать, у нас был проект полов. Да, где угодно. Да, в принципе, нам не важно, где, да. Мы можем все. Деревянные стены тоже расписывать? Да, да, конечно. Картина, вы имеете в виду на холсте? Нет, скорее всего. Да, да. Насчет живописи, да, конечно, мы пишем картины, естественно. Тут, знаете, все зависит от самого изображения, что вы хотите на картине, да. Что это, пейзаж, это городской пейзаж, это портрет или это какой-то поп-арт, допустим. Тут все будет зависеть от того, что на картине, в каком стиле, а мультяшки поп-арт, да. Маслом? Да, можно масло, можно акрил, да. Масло, акрил. Потому что это разное. Да, акрил. 100 на 150. Ну, тысяч за 40 можно сделать. Но надо смотреть референс, то есть что там, насколько высока детализация. То есть смотря, что там будет. Если это один герой, там крупно, да, то хорошая цена. Да, главное, вы ее запомните, а потом я могу забыть. Да, просто пришлите референс, и мы сделаем быстро. Также пишем портреты, пишем пейзажи, городские пейзажи, то есть абстракцию, геометрическую абстракцию. Сейчас я у меня в проекте, и проект есть триптих, пишут с геометрической абстракцией. Если будет интересно, то приглашаю всех в свою мастерскую. У нас есть мастерская на Арбате, Старый Арбат, 21, строение 1. Это самый центр Старого Арбата. У нас там есть мастерская, где мы работаем, где мы проводим мастер-классы по живописи для детей и для взрослых. И также я провожу там выставки персональные, либо коллективные. То есть там жизнь идет очень бурно, ярко, и приглашаю всех в мою мастерскую. Приходите. Да, приходите. Так, у нас еще 10 минут, 5 минут? А, подожди, 2 минуты. 12. А, 12 минут. Так, что еще можно сказать? Можно сказать про высоту. Если, например, у вас проект в частном доме, где потолки 8 метров, такое тоже было. Мы работаем на лесах спокойно. То есть на любую высоту. У нас был проект, он в портфолио, которое не загрузилось. Там журавли летящие, вот такие колонны. И они как раз-таки на очень большой высоте. Да, можно еще вот... То есть мы работаем не только с квартирами, домами, но также и с общественными помещениями. Это бары, рестораны, это какие-то здания, это может быть какой-то институт. То есть если у вас есть в проекте какой-то ресторан, кафе, то мы выполняем также и на больших стенах роспись. Вот у нас есть в проектах сейчас... То есть мы работаем, начинаем с эскизов. То есть заказчик говорит, в каком стиле он хочет сделать роспись в своем ресторане. И мы нарабатываем много-много эскизов с дизайнером, с архитектором, утверждаем их. И только после этого приступаем к работе. Это очень важно, когда именно на этапе эскизов утвердить все и потом уже делать эту роспись. То есть серьезная работа проводится. То есть ходим все время с тетрадкой, где вот есть... Все время мы что-то рисуем. Могу, допустим, показать вот даже свои там варианты, где я сейчас работаю над одним проектом. Утверждаем там постепенно все. Ну, пока дело еще... Вот, еще могу показать там разное. Ну, то есть это все время какое-то движение идет в работе. Есть, может быть, еще какие-то вопросы у кого-то? Можем рисовать звездное небо. Можно сделать еще также росписи безвредными светящимися красками. То есть в каких городах вы работаете. Ну, вообще мы работаем... Мы живем в Москве. Работаем по Москве и Московской области. Но если будет заказ в другом городе, и нам будет приемлемо по стоимости, по цене, то, конечно, приедем. Зовите. Вау! Мечтаю поехать туда. Сегодня все в Калининград собираются. Да, это будет здорово. Класс. Класс. Можно рассказать про технику губкой? Да, давай. У нас, в общем, есть много техник. Можем аэрографом расписывать. Можем делать облака пушистые с помощью губки. Получается очень мягко, нежно и классно. Ну, также градиенты всякие делаем. Да, с помощью краскопульта. То есть, если, например, нужна стена без рисунков, без орнаментов и узоров, то есть просто какой-то цвет в градиенте, то мы можем это сделать с помощью специальных инструментов. Напыление краски, нежные переходы. Допустим, розово-фиолетовый, какие-то цвета там голубоватые. То есть, можно все это тоже сделать. Даже градиент из цвета в цвет. За границей? А где? База художников? Оу. Доминик, да? Да. Надо пообщаться. Было бы интересно, конечно. Да, в принципе, мы не шевелимся. Да, мы можем застыть для вас. Да. У нас очень цены приемлемые. Вот в основном, когда мы даем наш прайс-лист новым заказчикам, у них реакция хорошая. То есть, сразу говорят, о, отлично, цена приемлемая, все, как бы, начинаем работать. То есть, очень мало... Ну, то есть, есть художники, которые берут намного дороже, ну, любимые. У меня был проект в Королеве, я расписывала целую квартиру, то есть, как бы, мы ее расписывали, да? Там во всех комнатах были росписи. В одной комнате, в детской, там был ассасин во весь рост, вообще со всеми там просто, во всей амуниции, со всеми вот этими причиндалами, с оружием. Он шел там по берегу моря, у него там сзади корабль, тут сундук с украшениями. Вот. Потом там был туманный лес в коридоре, а в спальне был тропический лес с очень красивыми птицами там, и он был полностью прорисован. То есть, я там, конечно, долго достаточно времени провела много, но проект был очень такой детальный, то есть, там просто 3D-эффект, и все, кто заходит вообще в квартиру, все гости, они там, конечно, вау-эффект. И, да, это, наверное, самый такой любимый и долгий был проект, который... Ну, он получился очень красивым. Потом могу, ну, по запросу сбросить эти фотографии, то есть, да. У меня любимый проект частной школы в Котельниках, Smart School, Белая дача. Там были белые бетонные покрашенные стены, высокие потолки, метров 4 или 5. В общем, мы там делали роспись под детский рисунок, то есть, как будто бы на белом листе бумаги, маркером детские росписи. В общем, у нас там все были. На потолке Путин, там какие-то самолеты, из которого в окнах были персонажи, кресла. То есть, мы там креативили по полной программе. Там нам дали свободу. На одной стороне из Бэнкси было что-то взято, девочка пуляет Валентинку. Очень был интересный проект. Там лианы такие на потолке мы пустили. Это все было маркером черным, как будто ребенок рисовал. Вот это было здорово. Такой креативный, необычный проект. Мы еще там углы все подвели. И казалось, как будто бы ты заходишь в макет какой-то из бумаги, как дом из бумаги. И там все такое интересное. Вы могли видеть похожий проект кафе. Там тоже белое все. Обвели стулья вокруг маркером. И как будто бы это все рисунок. Вообще здорово. Находишься в рисунке. В общем, мы можем в разных стилях абсолютно. То есть, все зависит от вашей фантазии. То есть, что вам нужно. Вот еще я знаю, очень есть такие модные китайские. Какие-то деревья в китайском стиле. Типа с шинуазри. Но более такое, как бы сейчас уже стало модно упрощенное дело. Или наоборот, даже сложнее. То есть, более реалистичные какие-то вот эти растительные орнаменты. Красивые такие магнолии, цветы, попугаи, павлины. Ну, то есть, это все можно выполнить, естественно. Да. Мы, кстати, мы не сказали. Для переноса рисунка на стену мы используем высокие технологии. У нас проектор, который позволяет перевести картинку точь-в-точь. И это быстрее, точнее и намного проще. Поэтому у нас все рисунки с эскизом очень похожи. То есть, отличий не найти, надо постараться. Ну да, минимальное отличие. Ну да, нет всяких. Бывает, когда... Отклонений жестких не делаем. Ну, потому что мы с соответственностью подходим к работе, к своей, естественно. И у нас все время в процессе росписи либо там заказчики ходят, смотрят, вот, либо это дизайнер контролирует процесс работы в основном. Ну, либо если они физически не могут присутствовать, да, когда идет роспись, то мы делаем там фото-видео, фиксацию и отправляем, как идет процесс. Это тоже очень важно. Всегда от нас есть обратная связь с заказчиком. Ну и корректировки там минимальные. Вот. Конечно, жестко поменять концепцию в процессе работы невозможно, да, потому что, допустим, у нас уже есть цвета намешаны, там у нас уже эскиз нанесем на стену. Вот. Но какие-то минимальные изменения можем сделать, то есть это нормально. А в основном у нас здесь аудитория откуда? Это Москва, это, может быть, какие-то другие города, так интересно просто узнать. Мы уже поняли про Калининград. Калининград мы поняли, да, мы хотим в Калининград, да. Питер. О, да, класс. Питер, привет! Я скоро поеду, кстати. Замечательно. Тут тепло. У нас тоже, кстати, у нас сегодня вообще 30 градусов. Да. Но мы вещаем из Вернисажа. У нас мы в очень красивом ресторане находимся, где просто Версальт какой-то. Версальт. Наш местный, московский. Да. Хорошо. Мы не рассказали про роспись в молдингах. А, да, кстати. Я вот сейчас смотрю на них. Да, да, да. Вот в таких нишах, в молдингах очень сейчас популярна тема. Там делают нежные, детальные пейзажи, деревья. То, что успокаивает душу человека. Да, то есть это стиль Гризаль. То есть это, ну, вы как архитекторы, дизайнеры, ну, точно знаете такой термин. Гризаль – это когда очень-очень нежная такая вот техника, легкая, акварельная почти. Вот. Одним-двумя цветами, да. Такое тоже можно сделать. То есть нам наши возможности это позволяют выполнить. Спасибо большое вам за внимание, за вопросы. Спасибо. Ищите нас все в краске. Спасибо. Было приятно. Спасибо, Татьяна. Спасибо.